Одними из первых шум техники услышали жители района сплавной конторы. Здесь в программу по благоустройству попали сразу пять дворов. Получить на их ремонт 30 миллионов рублей удалось благодаря стараниям местных. Они составили проект, предусмотрели безопасные проезды и выезды, рассчитали сколько километров тротуарной плитки нужно уложить. Результат ждать не заставил. Здесь были одни лужи, грязь. Население здесь в основном старое. Они не могут добраться до города, до центра. Им приходилось сидеть в этих лужах. Сейчас все так радуются, что у нас такой будет благоустроенный район. Что наш далекий район не центр города, а окраину. Что нас не забыли и нам это делают. Не забыли власти и про район бывшей спичечной фабрики. Здесь уложили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы. А горожане решили, превратят оставшееся пространство в концертную площадку. На клумбах высадят цветы. Впрочем, работы подрядчиков остались довольны не во всех дворах. Сделать замеры, посмотреть качество и предъявить претензии, потому что у подрядчика есть гарантийный срок. Качество уложенного асфальта вызвало много вопросов у жителей дома Назейской 92. Его по настоянию городских властей заменили. А в селе Плодопитомник споры начались из-за лишней лавочки. Подрядчик огреху исправил, но часть работ, которые не были предусмотрены в проекте, все же выполнил. Добавились и дополнительные у нас объемы работ были, которые не учтены тех заданиям и контрактам. Сделали дополнительные дорожки, ливневую канализацию, водоотведение сделали. Спилили деревья, которые никто не мог спилить. Обратная связь, по мнению подрядчиков и городских властей, прямым образом влияет на качество реализации программ. В этом году их было две. По муниципальной программе преобразились шесть дворов. Еще 23 благоустроили в рамках проекта формирования комфортной городской среды. У нас 1198 дворов в городе Благовещенске. Нам еще есть над чем работать. 65 дворов, которые мы сделали за три последних года, это начало, это вхождение в программу. И чем больше, чем лучше и качественнее будет реализовываться каждый элемент этого проекта, тем больше шансов у нас получить большую поддержку из федерального бюджета на следующий год. Увидеть, какие дворы уже благоустроили, а какие только ждут своей очереди, можно с помощью интерактивной карты. Она размещена на сайте администрации Благовещенска, благовещенск.рф.